Рыбная отрасль Республики всегда была одним из важнейших секторов экономики. Ассоциация рыбодобывающих и перерабатывающих предприятий Сепнова региона обеспечивает занятость населения практически круглый год. Несколько лет назад в эту ассоциацию вошла и предприниматель Анна Селезнева из Астраханской области. От такого разнообразия выпускаемой рыбной продукцией глаза разбегаются. Здесь настоящий рай для любителей рыбы. Охлажденное, мороженое, глазированное, вяленое, снеки и многое другое. То есть это филе карася. Там вы видели сырье, его порезали филейщицы и получили продукт. Это является сырьем для снековой продукции. В принципе можно продавать в таком виде, так тоже мы продаем и на внутренний и на внешний рынок. И можно также использовать это как сырье для дальнейшей переработки для снековой продукции. На протяжении нескольких лет перерабатывающий завод благодаря качеству выпускаемой продукции устойчиво занял лидирующие позиции по добыче и реализации продукции не только на рынке России, но и в другие страны мира. Мы подписали контракт, уже много лет с ними работаем. У них объемы порядка двух тысяч тонн. Год они забирают. Тушка сазана, тушка карася. То есть контракт постоянно продлевается, несмотря ни на санкции, ни на какие-то экономические условия. Кризисы тоже как бы пандемия не повлияла. Люди кушают три раза в день. Она востребована круглый год и она не подвержена никаким санкциям, потому что она российского производства. А для достижения этого уровня компании используют систему ХАСП, концепция которой подразумевает системный подход к управлению качества продукта со всех сторон. Политика нашей компании – это экологичность бизнеса. Для меня это здоровый продукт, качественный, который мы можем кормить население, и который нам будет не стыдно потом посмотреть нашему будущему поколению в глаза. Самое главное, вы же держитесь на плаву сегодня. У вас нет конкурентов в этом регионе, да? Ну, такую продукцию, как вот эти два продукта, никто не делает. Нет. Это новое. У нас технолог, который дает нам рецептуры, он в Москве. Он регулярно приезжает на наше производство для инспекции раз в месяц, раз в два месяца. Производство рыбы от улова до готовой продукции на этом предприятии доведено до автоматизма. Каждый сотрудник отвечает за свою работу. Кроме того, предприятие нацелено на то, чтобы каждый год производить новый продукт. Руководствоваться правилом на каждый товар есть свой купец в наши дни уже недостаточно. Предложений на рынке так много и конкуренция настолько велика, что для успеха приходится вооружаться современными методами увеличения продаж. Для этого полтора года назад была выпущена новая линейка. Среди них различные рыбные снеки, которые уже успели оценить гурманы. Мы сейчас налаживаем процесс копчения холодного, в дальнейшем будет горячее. И у нас также, ну, в летний период мы не производим пельмени, потому что лето, жарко. К сожалению, некоторые недобросовестные люди неправильно их перевозят и хранят. От этого портится качество. Мы не хотим рисковать, поэтому мы пельмени запускаем только в холодный период. И будем производить наггетсы рыбные. Сейчас уже тоже идет разработка рецептур. Магазин мы планируем открывать в республике. Также мы планируем открыть склад на юге. Пока это в перспективах это Краснодар. Санкций нет, давления нет. Рынок освободился, проще работать. То есть ушли продукты, которые освободили место для Российской Федерации. А для того, чтобы держаться всегда на плаву и производить хотя бы раз в два года новую продукцию, необходимо новое современное оборудование и федеральные программы для развития бизнеса. Руководство компании планирует модернизацию производственных мощностей и расширение цехов, говорит предприниматель Анна Селезнева. Поддержка есть, но хотелось бы поддержки больше в плане, в сфере приобретения оборудования. Это сейчас самый важный процесс. То есть нужно, конечно же, заменить некоторые вещи, импортозамещение. То есть для этого требуется больше средств. Предприятие не всегда обладает такими ресурсами. И поэтому хотелось бы больше поддержки со стороны именно по оборудованию. Потому что сейчас мы уже нашли аналоги импортного оборудования и можем заменять. То есть нужно расширять постоянно линейки. Тогда ты интересен покупателю, тогда твой продукт покупают, смотрят. Весомый вклад в развитие дела вносят различные федеральные программы и открывшиеся по всей стране центры «Мой бизнес». Селезнева в Ассоциации рыбодобывающих и перерабатывающих предприятий степного региона более пяти лет. Имеет квоты на вылов речной рыбы в Каспийском море и Волго-Каспийском бассейне. А также является добросовестным налогоплательщиком, отметили в региональном центре «Мой бизнес». Самый Селезневой центр «Мой бизнес» работает давно, с 2019 года. По линии центра инжиниринга получала маркетинговую поддержку, получала план модернизации предприятия, также сертификацию продукции. Также по линии центра поддержки экспорта она получала ряд услуг. Два раза выезжала на выставки в международной Москве. Также был поиск партнеров за рубежом и создание сайта на иностранном языке. После чего было заключено два контракта с Турцией и Азербайджаном. Благодаря сотрудничеству с региональным центром были получены необходимые знания по продвижению своего бизнеса, отмечает предприниматель. Предлагаемые меры как консультативного, так и финансового характера – весомая поддержка в ведении своего дела. Поддержка всегда была, есть, надеюсь, что она будет. Со стороны центра поддержки экспорта, со стороны министерств различных ведомств, со стороны министерства развития экономики. То есть центры поддержки экспорта, центры поддержки бизнеса, они всегда помогают, они всегда выводят на новые рынки, подсказывают, консультируют. Работа на рыбоперерабатывающем заводе кипит круглый год. Выловленную рыбу в больших объемах во время весенней и осенней путины сначала замораживают. Для этого имеются холодильники. По чутким руководствам технологов рыба хранится при определенной температуре. Затем она идет на переработку. Строгий температурный режим выдерживают и для готовой продукции, говорит технолог. Здесь у нас температурный режим минус 18. Хранится он у нас 5 месяцев. Отправляем все. Значит, до следующего пути у нас уже не остается продукция. На предприятии трудится около 50 человек. Для них созданы все условия. Лучшие работники в конце года поощряются. А закупленное недавно современное оборудование позволяет увеличить количество выпускаемой продукции. Работа не тяжелая. Все нормально. Условия тоже хорошие. Чаепитие, обед, как положено. Работаю давно. Ну, уже четвертый год. Стабильно. Работа постоянно имеется. Нравится. Я работаю уже два года. Мы начали это только недавно делать. Идет сейчас сомик и толстолобик. Он очень хороший и вкусный. И не слишком он костей мало. Из-за этого его хорошо берут. Юг России издавна славится своей аквакультурой и рыбными традициями. А залог успеха рыбного предприятия – реализация исключительно экологически чистого продукта, который уже на протяжении многих лет вытесняет недобросовестных предпринимателей с рыбного рынка. Все больше россиян доверяют и покупают продукцию, выращенную в бескрайних водах нашей страны.